Миллион тонн и одразу два экипажа пятитысячника. Досягнение Могилёвской области в Жневе-2016 у материалах наших корреспондентов. Кольки детей и подлетков из микрорайона у Комсомольски, СОЖ и инших частокрышево примен новая школа. Инициатива ЖХРУ – подтремка коммунальников. Як звучайный двор перетворить у эксклюзивную зону от Пашинку, ведает Татьяна Сергеичек. Есть миллион. Хлеборобу Могилёвской области переодолили долгочеканный рубеж по намолотах збожжевых и зернебобовых. А кроме того, одразу два экипажа комбайнеров закрытого акционерного товариства «Зара» поставили агульно-белорусский рекорд. Намолотили больше за пять тысяч тонн збожжа кожный. А два водителя перевезли гэтый урожай на зерноток. Не прошло и тыдня, а наша сдымочная группа снова приехала у господарку «Зара». Могилёвская, Одинная, Украине в область, где одразу два экипажа комбайнеру стали пятитысячниками. И два водителя перевезли божж за пять тысяч тонн збожжа. Все стараются. Не только мы здесь находимся, а остальные у нас много. И все почти одинаково работают. Молодцы. Все молодцы. Бессонные ночи. Труд огромный. Огромный. Ну, вроде бы успеваем, все. Работаем. Как и работали. Работают все одинаково. Все одинаково работаем. Владимир Мельников, 18 годов, убирая хлеб, все лето передае в опыт коллеге. Его помощник Алексей Макосов у поли так само працю и немало, 14 годов. А вось у Зары и на такой машине хлеб убирая у першиню. Я стремился, как говорится, изучить эту технику. Потому что это не как в школе на уроке. Это все быстро должно произойти в поле. Все надо словить было, схватить. Ну, я думаю, что я ее изучил. Благодаря Володе. Хороший ученик? Да, ученик хороший. Схватывая на ходову. Тем более, какой ученик. Он уже сам работал. Просто немножко техника. Яны отказны не только за ураджа, а лея один за одного. У Владимир Корсак за сына. Что в эту уборочную працюе бок о бок с батьком. Главное в нашей работе – это здоровье. Сильно большая ответственность. Потому что смотришь, что это миробезопасность. Пожелаем им, наверное, прежде всего, конечно же, успехов, благополучия, чтобы не подводила техника. А это грамотные специалисты. Поэтому они, прежде чем выходить в поле, технику, конечно же, подготовили. У Могилевской в области засталось убрать 7% в площадку. По информации об Сельгасхарчу, на это спотребится 1-2 дня. Бобруйске и Кировске районы завершили уборку сбоживых и зернебобовых. На чарзе яровый раб – спроса гречка. Выходных у аграреу не чекается до самых холодов. Алена Соловьева, Александр Артемьев, Новины региона. Три человеки потанули на минулом тыдне у водоемах в области. Как поведомили у областной организации товариства вырятования на водах, в Могилевском районе хверой воды стал 27-годовый хлопец. И он купался в стане алкогольного опьянения. В Круглянском районе потанул 55-годовый мужчина. Перед купанием он так само уживал алкоголь. В Шкловском районе в воде загинул 80-годовый пенсионер. Специалисты меркуют, что ему могло стать дрянно с сердцем. В Шклове на Днепре 13-годовую девчонку схопила с утрога. Ею вытягнули с воды и оказали первую допомогу. С початку купального сезона на Могилевшине потанули 49 человек. Сярудь их трое неполнолетних. Больше за 900 детей и подлетков из микрорайона Комсомольске, СОЖ и инших. Часто крычево приедут все лето в учиться в новую середнюю школу номер 8. Одных только первых классов тут плануются набрать одразу четверы. На одной из головных улиц Крычева Комсомольской дорожники шчыруют над ремонтом тротуара у ГТГЛОНЫ. Проезд довельми значный для райцентра новобудовли школы номер 8. Ее будовництво завершается. У кабинетах уже расставляют мэблю. Калидоры сустракают маляуничым мастацким оформлением. На спортивных плясовках, что раскинулись на велизарной пришкольной территории, устанавливают инвентар. Для першоклассников зараз рыхтують классы и спальни на першым по версии одного из корпусов. А ясше специалисты устанавливают систему так званой электронной школы. Настауники и обслуговывающий персонал завершают прибирать по мешканне. Нагадаем открытие самой великой у Крычеве и самой новой школы Могилеушчины плануют примерковать до дня ведау. Будовники разом с коллективом школы спящаются, каб справиться до першого звонка. Наступная информация про змены руху 40-го автобуса у районе улицы Кулибина. Як поведомили у отделе энергетики и транспорту Могилевского гарбоконкаму в связи с ремонтными работами на участку тепловой сети от ЦЭЦ-3 до ЦК-4-1 по улице Кулибина с 21-го жнивня, с 22-го до 5-го до 22-го жнивня и с 22-го жнивня 10-го вечера до 5-го ранец 23-го жнивня будя откарактерованный рух громадского транспорта. На ГТП-рэйт автобус номер 40, який рухается по маршруте в улицах Фатина, завод Эмис, пройдя по улице 4-й проволок Мешникова с выездом на улицу Крупскую побачь с домом номер 180. В Могилеве все частей у добропорядкованной дворов шмат поверховок принимают у дел местовые органы самокерованья. Так старшиня по дому альба по подъезду организовывая жахаров властными силами заробить, например, детячую пляцовку. У вынику отримавливается эксклюзивная зона отпочинку для малих и для дорослых. И, как переконялся наш корреспондент Татьяна Сергеевич, таких прикладов у Могилеве шмат. Появилась зебра, жирафик. Потом уже ЖЭО, кстати, помогало нам поставить вот эти сидушечки, столичек. Ясно недавно тут была пустая, кажется, семейная пара Натальи и Александра Куцапаленко. Яны живут на Витебском проспекте у Могилеве. Батькам не сподобалось, что дети бегали гулять у суседний двор. Вы решили самостоинно добро упорядковать свой. С женой вечером решили, что нужно во дворе что-то сделать для детей. Но, значит, не имея каких-то больших финансовых возможностей, подумали, что главная идея новой площадки должна быть сделать своими руками из ничего нечто. И главное, чтобы дети смогли участвовать в этом. И одразу до справы долучились и суседи, а потом, кажуть, ЖЭО стала допомогать материалами. Теперь у дворы и песочница, и турник, и баскетбольное кольцо. И навод стены газеты, где что-то день размещают текавые артыкулы. У меня внучка такая, 6 лет, тоже сюда все время бегает. Все хорошо. Мне очень понравился этот участок. А вот у района улицы Сурганова 5 дворов, удел у добро упорядкования каких примали миновитые жильцы. Недавно изъявилась новая цикавая пляцовка. Мы закупили с жильцами пиломатериал, рабочие ЖЭО. Помогли нам сделать домики, скамеечки. Мы посадили березки на нашем пустыре, посадили цветочки. И взаимодействуя с ЖЭО у нас получилась вот такая красота. Результат видите сами. Мы не будем на этом останавливаться. Мы вывесили объявление, что собираем сейчас средства. У нас есть инициативная группа, чтобы дополнить наш двор. И в том месте, на зеленой лужайке, купить такую пластиковую горку. У Махилёве при ГАР-совете депутатов створена специальная комиссия по доброупорядкованию, которая на приконце года подводит выники работы мясового самокирования. И на конкурсной основе захвучвая жыхаров, які активно удельничают у навядзенню парадку у своих дворах. Татьяна Сергеичек, Миколай Соболев, Новины региона. У Агрогородку Горы, что в городском районе, отбылся традиционные споборництвы Кубок Замковой Горы. Уим брали удел три десятки командов. Два дни на лодках и наловили рыбу у складанных умовах спякоты. Перемогла команда Магилёвчаны, якая зловила коляд 10 килограммов рыбы. Однако важно, что со спортивных споборництву Кубок Замковой Горы худко перерасте у свята Агрогородка Горы. На приканце Жнивня у горах по традиции избираются лепшие рыбаки-спортсмены Магилёвчаны. Великое озеро Запрудзя, больше за 130 гектаров люстерка, местится коля Замковой Горы, у гонор якой и назван из споборництвы. Рядом с Замковой Горой живописное озеро, причем это озеро с хорошим характером и хорошим запасом рыбных ресурсов, что привлекает сюда рыболовов и особо зазывать никого не нужно. Здесь всегда полно народу, потому что без улова никто не остается. И об этом свидетельствуют результаты наших соревнований. Огромная возможность людям, которые далеки от спорта и не видят все инновации, взять, приехать сюда и посмотреть, как ловит чемпион мира. Сами рыбаки бачат в своей справе не просто с добычей рыбы, как харчаванья, али спорт и приемную частку своего життя. Вода, природа. Я и зимой, и летом, и осенью на рыбалке всегда. Это очень прекрасно. Спякоты казали специалисты, гэта не самая лепшая надворья для ловли драпежной рыбы на спиннинг. Тому, что и ракажучи были и такие команды, які, на жаль, не зловили, а ничога. Однако у гэтых глубинях рыба была. Про сгодзинку от початку с поборництва у некоторой команды показали першую лову и окуней из чупака. Мне вообще, по сути, рыба не нужна. Мне главное поехать на водоем и ее поймать. Я готова ее все выпускать, мне все равно до нее, до самой рыбы. А я думала, у рыбалки смысл рыбы? Нет, нет. А в чем смысл? Удовольствие. Отдых, потягать ее. Солнце, лодки, ветрык – пригожая белорусская природа. На приконце лета Илона Иванова, Юра Уласов, новины региона. Крылатая и земная техника – показальные выступления и свята целый день. Бабруйск с размахом отзначил День военно-поветранных сил. На аэродроме собралось рекордная кулькость бобрычан и гостей города. Утымлику и высокопоставленных особ Министерства обороны Беларуси. Десять ранницы. Аэродром Бабруйск. Тысячи громадянских особ и люди в форме. Урочистое построение особистого склада частей Бабруйского гарнизона. Ветеранов авиации и не только. Это торжественная встреча Дня военно-воздушных сил. Говорит о том, что традиции живы. Люди, ветераны радуются. Это же лучшая агитация за поступление в авиацию, считаю, проведение таких праздников. Нужно сто раз рассказывать пацану о том, как хорошо быть летчиком. Но я думаю, когда он все увидит, ему захочется стать или пилотом, или техником. Но прийти в авиацию. Беларусь под мирным небом, дякуючи и галонным героям свята, ветеранам авиации. У гэты дни яны вспоминают свое житё у небе. Жыдаюсь один одному здоровья, а подрастающему поколению парады на будучине. Добро оборонять поветранные рубяжи Беларуси. Летал на Лидва, Ил-14, Ан-26 кончил полеты. В 91-м году. Бабруйск всегда был городом авиации. Летали и на Средиземное море, и Балтику осваивали. Всё, что надо для обороны страны. Либо всех принимает ласково. И майоров, и сержантов, и рядовых. Оно для всех одинаково. Белорусских ястребов ведают и поважают во всем свете. По майстерстве яны воходит у пятёрку лидеров на планете после Франции и России. За именово засталась Америка и Китай. Парашютный десант, сзявляя Бабручан ярким выступлением у небе. Размалеванными под флаг парашютами, разноколеровыми дымами и фигурами высшейшего пилотажу. А для самых смелых у распоражения на весь день был продоставленный самолёт Ан-2 и Вильга. Больше за тысячу гостей побывали у Дрыбине на фестивале народной творчести промыслов и рамёства у Дрыбинские торжки. Райцентр у выходные перетворился в Великой Кирмашне, на которые завитали гандляры, рамесники и творческие коллективы из всех регионов Беларуси, а так само Россия, Украина и Прибалтики. На святе побывал и Илья Соболёв. Дрыбинские торжки мают самобытную историю. Ещё 200 год тому на мясцовый кирмаш проезжали багатые купцы с далёких городов и вёсок. Самым популярным товаром от тутейших майстров были и застаются валёнки, які стали головным атрибутом свята. Во-первых, это натуральная обувь. Это лечебная, это натуральная. Из шерсти овцы сделана, то есть ножки в тепле всегда. Ну и во-вторых, вы знаете, надо сохранять вот эти все традиции. Подчас торжков центральная улица райцентра перетворяется у Великую Гандлёвую площу с крамницами, гульнявыми полянами, подворьями и городом Майстроу. С таким размахом Дрыбиншина святкуя завершение сбора ураджаев. Здесь сегодня у нас и сельхозпредприятие присутствует, и все организации Дрыбинского района, которые показывают себя, рассказывают о себе. Это возможность наладить и побратимские связи, это возможность и реализовать свою продукцию. Все понравилось, настроение великолепное. Мы приехали из города Санкт-Петербург, ребята, во, все просто супер. Мы в восторге, спасибо. Все очень хорошо, красиво, весело, мне нравится. Мы каждый год посещаем этот фестиваль, довольны. География фестивалю что год поширается, проезжая у все больше гостей. У Шиповальским края сподяются, не у Забави Торжки станут международным форумом. Илья Соболев, Денис Бутылин, Новинрегиона. Самое актуальное на Вьне Могилеушчине так само можно увидеть на сайте телеармогильо.бай. Усяго вам доброго. Дякую вам за увагу. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»